Здравствуйте, меня зовут Роман Демидов. Я основатель мужского безпок-салона Демидов. Мы шьем мужскую классическую одежду класса люкс. Находимся в самом центре на пересечении Шелковичный институтской 100 метров от Верховной Рады. Поэтому, если кому очень нужно, милости просим, будем рады пошить настоящий шикарный костюм, который прекрасно сидит и будет максимально вас радовать. Но сегодня не обо мне, сегодня у меня в гостях Надежда. Надежда Помаши. Надежда основатель бренда Ричели. Это безпок индивидуальный пошив шикарнейший, прекрасный мужской обуви. И Надежда, я сегодня рад, потому что Надежда принесла мне мой заказ. Ботинки, которых я... Да, вот, ботинки. И мы сегодня на них посмотрим. Я еще их, честно, не смотрел. Я видел заготовку, я видел на примерке, как оно будет. Потому что обязательно примерка должна быть. И мы сегодня с Надеждой поговорим о всех плюсах и минусах индивидуального изготовления. Будь то одежды, будь то обуви. Суть там одна, потому что есть клиент, который хочет шикарную вещь, удобную, комфортную. И независимо от того одежды, это любовь, она должна доставлять огромное удовольствие своему владельцу. Надежда, рад тебя видеть. И я. Да, месяц, месяц я ждал этого, ну, наконец-то дождался. Даже больше не вводи в заблуждение, потому что потом будут приходить и говорите, месяц прошел. Рома говорил, что он ждал месяц, мы тоже только хотим месяц. Хорошо. Ну, давай приступим. Я почему решил записывать, сделать эту запись? 20 лет назад, когда я учился шить, у меня на площадке жил лучший сапожник города Днепропетровска, который научил меня шить обувь. Потому что в тот момент был у всех тяжкое положение, был большой дефицит качественной обуви. Мне пришлось и себе делать, одевать свою семью и зарабатывать, пока я учился шить, кроить. Ну, правда, после того, как я травнулся немножко клеем, я это дело забросил. Но все инструменты, колодки мои, они сохранились, потому что мне это очень дорого. И я очень рад, что я познакомился с Надеждой. Я отдал ей свою колодочку, которую я вытачивал очень долго, я подгонял. Ты говорила, трижды? Трижды, да. Я трижды выточил колодку, затянул пару, кожу, одел, ходил, чувствовал, боё, не боё. И трижды я там брал рашпиль, пилял, подпиливал, выпиливал тот носок, который мне комфортен. Потому что я не люблю, когда туфли очень длинно смотрятся. И я не люблю, когда они болтаются или сильно плотно. Я хочу комфорт, максимальный комфорт. И визуальный, и по ощущениям, конечно. И я пришел к Надежде, я сэкономил. Сколько я сэкономил на колодке? 400 долларов. 400 долларов. Ну я вам честно скажу, что оно того стоит. Потратьте на колодку, сделайте, отработайте вашу колодочку. И вы будете точно знать, что если мастер дает идеальную затяжку, идеальную строчку, дает, использует качественный материал, у вас будет всегда качественная, удобная и любимая обувь. Вот, собственно, это твоя пара обуви. Это мои. Класс. То, как я люблю. И на самом деле это очень важно, потому что мы делали несколько таких моделей в разных цветах. Это оказалось достаточно популярным среди наших клиентов обувь. Единственное, что все играли с высотой, наверное, цветами. И особенно там, где мы делаем патинированную обувь, то есть вручную красим. Там же есть прекрасные варианты кастомизации с точки зрения цвета, вариантов затемнения и так далее и тому подобное. Ну, например, вот лично твое предпочтение, которое, наверное, удалось воплотить с учетом того, что мы делаем без полки индивидуальный пошип, это достаточно вот такой более туфельную пятку. И очень узкое голенище. Потому что все-таки большинство наших клиентов, например, любят, когда это более, ну, скажем так, свободно играющая нога внутри. То есть вот это то преимущество, которое вы, собственно, получаете не только с точки зрения колодки и визуальной истории, но и кастомизации именно самой модели. Я люблю повыше, я не люблю, когда натирают. Это лично мое. Я покупаю дорогие высокие носки. Это нормально, это хорошо. Слава Богу, мы не живем в эпоху дефицита. Я люблю цветные яркие носки. Поэтому, если меня мужчины слушают, мужчины, мы обделены аксессуарами, всякими там штучками, то, что есть у женщины, бусы, заколочки, прячечки. Мужчины обделены, у них есть что, бабочка, галстук, есть запонки, есть часы и носки. Все. У нас больше ничего нет, поэтому... Почему? А как же ж пушеты, например? А, ну, опять же, это кто это носит. Кто-то носит... Все чаще. Вот, если честно, ну, то есть... Да, надо ставить. За какой-то непродолжительный период времени у меня все больше и больше мужчин, если они приходят уже в костюмах, да, то они все-таки пытаются играться. То есть, либо это платок на шею, либо пушет. Ну, то есть, вот есть... Почему мне сейчас это нравится? Потому что мир меняется. Мужчины уже, ну, скажем так, не экономят на себе. То есть, они готовы, ну, украшаться. То есть, они готовы выходить за рамки, там, синего пиджака, черного пиджака, там, синий-черных туфель, например. То есть, они готовы брать яркий коричневый, или, например, зеленый, или ярко-бордовый. И это очень круто. То есть, это я по обуви даже... Я согласен, абсолютно очень круто. У меня сейчас поднятое настроение весьма, потому что буквально 10 минут назад я продал терракотовый свой костюм. Человек ехал мимо, увидел какой прекрасный каракотовый костюм. Есть мои фотографии на сайте. И он захотел, когда он пришел, одел костюм, и он на нем шикарно сел. Я говорю, ааа, я это хочу. Он его сразу рассчитался и забрал. Вот, поэтому я... Скажи, это клево, когда входят новые цвета. Нам, конечно, еще далеко. Вот мне очень понравилось на выставке Микамик. Ну, мне всегда интересно, чем живет дальше мужская мода на туфли. И там был прекрасный мастер ручной работы. На самом деле, вот, огромнейшая выставка в Италии, в Милане. 50... Ну, вот, там какое-то безумное количество брендов. То есть, не 50, их там тысячи. То есть, проходить, 3 дня проходить, и вы... Ну, правда, вы устанете очень. 30 километров каждый день. То есть, 90 километров на выставке намотать, это, в принципе, нормально. 5% только мужского. Вот только 5%. Все остальное стразы, туфли, каблуки, все что угодно. Но я нашла безумного мастера, который делает ярко-бордовую патину. Зеленые, изумрудные. Ну, то есть, вот, итальянцы, они вот... Посмотри даже на Питиома. То есть, невероятные цвета, и не только в пиджаках. Все партнеры, они клетка, яркая, веселая. И то же самое обувь, она яркая, она говорит. Это игра с подошвой, например. Вот у меня клиент, вот, ему, например, под... Давай на следующий туфли ты мне делаешь, они лабутенчики красненькие. Мы сегодня дали пару... Отдали? Да, серый крокодил с красной подошвой. Очень клево. У меня через 2 месяца будет лабутен. Красная подошва. И у тебя же, конечно, аж штаны. Да, и у меня есть шикарные штаны под это. Вот, и осталось мне теперь купить за 100 долларов шикарные желтые или оранжевые галоши. Я могу сейчас носить их, потому что, ну, я думаю, нет ничего лучше, чем удобная, комфортная, любимая обувь. Я когда приходил на примерки, я просил каблучок повыше, просил здесь немножко повыше, поуже. И я вижу, что это именно то, что я люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.